Доброе утро из Сиднея, дорогие друзья! И давайте сейчас поговорим о трудностях, сложностях партнерской иммиграции в Австралию. С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Вообще есть какое-то расхожее мнение, что партнерская виза такая легкая, такая спокойная, такая хорошая, которой надо сразу же воспользоваться, когда есть такая возможность. И это в основном исходит от женщин. Хотя, мужчины тоже говорят об этом очень часто, но говорят в основном по другой причине. И я бы хотел сказать, что есть такое грубое сравнение партнерской визы, когда вы это делаете по любви или за деньги. Все зависит от того, чем вы готовы платить за свою иммиграцию, деньгами или телом. Я бы не совсем согласился с этим, потому что здесь все тонко, здесь все поставлено на чувствах. И зачастую вы, даже если вы делаете иммиграцию для, то есть брак для иммиграции, то есть определенное чувство к человеку, который, в отличие от всех вот этих, которые вас окружают, хороших, добрых лиц, которые ничего для вас не готовы сделать, этот человек для вас что-то делает. И я знаю, что женщины часто бывают таким людям благодарны и продолжают с ними жить, жить, жить и жить. И их это устраивает. И поэтому я бы не стал так вот сильно и категорично заявлять вот такой вот фразой. Но есть проблема, дорогие девушки, есть проблема, дорогие ребята. Я не буду говорить опять-таки о фиктивных браках, потому что деньги, зарабатывание денег – это тоже, собственно говоря, проблема. Но не в этом дело. Дело в том, что вы зависите от человека. И обычно люди, которые являются альфа-догами, люди, которые являются, скажем так, сильными людьми, они не женятся, не выходят замуж за каких-то иностранцев. Я понимаю, что есть просто писанные красавицы, внутренние у них качества, духовный мир, великолепный английский язык. Кстати, это все необходимо для того, чтобы у вас был лучший партнер и лучший брак, и чтобы вы были довольны и не расстраивались от того, что ради эмиграции пришлось выйти замуж или жениться. Но обычно это какие-то недопески, андодокс. И, соответственно, вам будет не очень комфортно с такими людьми, особенно если учесть, что вы сюда приехали зачастую благодаря самим собственным усилиям, и, соответственно, как-то размениваться на абы что очень бы не хотелось. А, к сожалению, так оно и есть. И более того, вы будете зависеть от прихоти, причуд воли этого человека. Опять-таки, я больше говорю о женщинах, но мужчины это тоже касается. И я очень часто видел, когда приходится жить. А приходится, потому что и выйти-то из этих отношений сложно. Выйти опять на студенческую визу или еще на какую-то другую визу достаточно сложно. Департамент иммиграции смотрит на вас уже через увеличительное стекло. Поэтому зависеть от таких людей крайне сложно. И это дорого. Я не говорю о фиктивном браке. Кто-то там платит 60, 50, 70 тысяч как женщины, кто-то платит и 100 тысяч как мужчины. Но, скажем так, это дорого. Даже если вы уж женились. У меня был случай, когда у меня был друг, который женился на Австралийке. И это была самая настоящая Австралийка. Она вообще работала журналисткой в редакции Sidney Morning Herald. Кстати, очень мало получала. А вот жить на хорошую ногу она любила. Соответственно, бедный мой друг, его каждая коляска с продуктами и вещами из супермаркета стоила по 300-400 долларов. И поверьте мне, это было так давно, когда можно было на Флементоне ящик отборного винограда взять за доллар, за два. Чего вы сейчас не сможете взять, ну, может быть, за 10. То есть, все подорожало в 5-10 раз на вот этом ценнике. Соответственно, а здесь человек будет брать виноград по 10 долларов, мясо по 50 долларов за килограмм, какую-то мраморную говядину. И вы ничего не можете сделать, потому что, как я уже сказал, одно слово поперек и сказать, ну, наверное, нам не стоит жить вместе. И все. Вторжение государства и департамента иммиграции в ваши отношения будут достаточно сильные. Я помню, как занимался в свое время брачным бизнесом. Очень, кстати, уважаю и люблю своих клиенток. И они до сих пор, некоторые поддерживаются. Мои отношения прошло бездно времени, 20 лет даже, порой больше. Первые мои клиентки появились уже в Австралии в 2000 году. Боже мой, как давно это было. Но, но, однако, все это было крайне сложно, потому что их мужья, и сейчас даже мужья и жены наших заявителей на партнерскую визу, наших бывших студентов, если хотите, в школе, это канал об оборудовании в Австралии. Они порой говорят, зачем я должен показывать это, зачем я, какие доказательства. У нас отличные отношения, мы живем с семьей. Они не могут понять, что это обязательно. Необходимы свидетели, необходимы фотографии, необходимо то, сё, пятое, десятое. Необходимо очень тщательно быть шепотом и на вы, и отношения в какой-то степени должны быть открыты для государства. Это их не очень-то устраивает, но для вас это вопрос жизненной необходимости, друзья. Поэтому, вот все это вместе говорит о том, что партнерская виза – это достаточно сложная вещь. Я не говорю уже о том, что какие-то там семь с чем-то тысяч вам отдать, ну, до восьми тысяч на всякие еще и брачные церемонии, в основном виза application fee, то есть плата за подачу на эту визу, они достаточно такие серьезные. Кстати, австралийцы порою не имеют вот прямо вот так вот денег, чтобы выкинуть такие лишние, совсем не лишние для них деньги на это дело. Поэтому даже вот это, не касающееся денег, это достаточно сложная вещь. И вообще человеческие отношения – это сложная вещь. И порою мне кажется, и все чаще и чаще, что зависеть от государства, ребята, легче, чем зависеть от другого, чужого для вас человека. Он близкий, но он чужой. Это не папа с мамой. Это же не здесь сестра, брат, с которым можно подраться, но ты все-таки чувствуешь, что это твоя родня. Это не твои дети, которых ты, наверное, безумно любишь, даже несмотря на то, что они порядочные говнюки порою. Это совершенно чужие люди, которые не прощают зачастую ваших ошибок. Поэтому, друзья, это далеко не самая лучшая эмиграция, не самая легкая эмиграция. Но если это ваш человек, если вам нравится, приятно, и с ним вы чувствуете, вот тепло разливается по душе, то совет вам до любовь. Спасибо.